В эфире служба новостей Саров-24 в студии Кирилл Васенин. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Через год обновленный парк. В рамках проекта формирования комфортной городской среды начались обсуждения реконструкции детского парка на улице Сосина. Голос молодых. В рамках проекта школа-лидер депутата городской думы учили старшеклассников искусству политических дискуссий. 26 лет в атмосфере свободного и творческого общения детей и подростков. Клуб здоровья Центра внешкольной работы отметил день рождения. Далее расскажем обо всем подробно. Состоялось первое заседание весенней сессии городской думы. Депутаты утвердили изменения в устав города, регламент думы, структуру администрации и прогнозный план приватизации. Часть местных и нормативно-правовых актов привели в соответствие с требованиями верхнего законодательства. А также народные избранники обсудили перечень объектов системы централизованного водоснабжения и водоотведения, нуждающихся в реконструкции и модернизации. Таких объектов движимого и недвижимого имущества порядка 1200, их общая стоимость чуть более 800 миллионов рублей. Износ водосетей на сегодня очень высок, от 80 до 90%. Проведение технического исследования сетей показало необходимость их реконструкции. По результатам данного технического обследования на сегодня установлена необходимость проведения мероприятий по реконструкции и модернизации как объектов централизованной системы водоотведения, так и объектов централизованной системы водоснабжения. Это заставляет администрацию города Сарова совместно с МУП «Городоканал» и совместно с городской думой обеспечить поиск инвестиций на реализацию этих мероприятий. К другим новостям. Саров посетил депутат Государственной думы Денис Москвин. В ходе визита он побывал в парке Зерново, где оценил построенную в рамках приоритетной программы формирования комфортной городской среды детскую площадку, провел несколько рабочих встреч, а также ответил на вопросы горожан. Желающих пообщаться с народным избранником было немало. Зал заседания администрации был полон. Вопросы, которые задавали саровчане, касались как федерального, так и регионального законодательства, а также текущих бытовых проблем. Как отметил Денис Павлович, большая часть местных вопросов могла быть снята, если бы власти города регулярно проводили открытые встречи с жителями. Многие вещи, которые я сегодня услышал, требуют серьезного осмысления и проработки на уровне регионального правительства. И в первую очередь, на самом деле, администрации Сарова не все благополучно. И, конечно, мы сейчас совместно с коллегами, буквально с завтрашнего дня, всеми теми вопросами, которые сегодня были подняты, я займусь. И я очень благодарен, на самом деле, сегодняшнюю встречу. Она абсолютно уверена и полезна, и станет плодотворной. Освещение, видеонаблюдение, детские игровые комплексы. Начались обсуждения благоустройства детского парка по улице Сосина. По итогам опроса горожан о приоритетном проекте благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды, парк занял третье место. А значит, проект должен быть реализован уже в следующем году. Чтобы узнать мнение саровчан о том, каким они видят парк, специалисты Департамента архитектуры и градостроительства провели для них экскурсию по парку. Будущее городского парка на улице Сосина активно обсуждается не только в кабинетах и коридорах городской администрации. Предварительные проекты, вынесенные на общественное слушание по этому вопросу, местных жителей не удовлетворили. Слово «реконструкция» вызывает в них резкое отторжение. Реконструкция, она, так я поняла, подразумевает вложения, глобальные изменения, вырубки и что-то там строительства. Здесь нужно преобразование и помощь парку. Местные жители предлагают лишь поменять наружное освещение на современное, сделать так, чтобы в темное время суток была освещена вся территория парка, а не только центральные дорожки, а еще установить антивандальные лавочки. Привести парк к тому самому виду, который задумывался архитекторами в середине 20 века, когда город только строился. Одна, значит, их доводов, что надо реконструкцию, что парк старый, что деревья старые. Я звонила экологам в Нижний, в Москву. Они сказали, у вас такая мощная биосистема, она экологически уже уравновешенная. Как показала встреча местных активистов с администрацией парка, цели у них схожие. Действительно, старые цветовые опоры необходимо заменить на новые. Улучшить качество покрытия аллеи тропинок, установить детские площадки, чтобы парк начал оправдывать свое название. В процессе диалога нашлось место и для обсуждения своевременной уборки территории. Валежник вы должны были убирать, лесники должны были следить. Два года назад, когда я обратилась, когда в газетах было на все камеры, тут же через две недели вы привели парк в порядок. Ему нужна только помощь. Несмотря на повышенный тон разговора, встречи местных жителей, представители департамента градостроительства города и дирекции парка принесла свои плоды. Все предложения, которые были высказаны, зафиксированы и приняты к сведению. Кирилл Васенин, Владимир Литик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. В департаменте образования опубликовали пошаговую инструкцию о том, как в электронном виде подать заявление о зачислении ребенка в первый класс. Памятку можно посмотреть на официальном сайте учреждения. Напомним, прием документов на зачисление в первый класс и начнется 1 февраля. Заявление можно подать через портал государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре или непосредственно в образовательном учреждении. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Управление социальной защиты населения проводит предварительную запись на получение путевок в лагеря с дневным пребыванием детей. А именно в лагерь Теремок на базе Центра социальной помощи семье и детям. Заявление принимают в 104 кабинете по адресу Проспект Мира, дом 15. Более подробная информация по телефону 9-81-22. 10 февраля в Сарове пройдет Олимпиада по математике для начальной школы Творческая лаборатория 2х2. Участников ждут в Сар-ФТИ по адресу улица Духова, дом 6. Зарегистрировать своего ребенка можно по ссылке, которая опубликована в группе молодежного центра ВКонтакте. Более подробная информация по телефону 3-6905. Саровчам приглашают принять участие в открытом Кубке города по ловле на мормышку со льда. Он пройдет в воскресенье 3 февраля на пруду Вознесенском в одноименном селе Нижегородской области. Приглашаются все желающие. Более подробную информацию можно узнать на официальной странице Саровской федерации рыболовного спорта ВКонтакте. Как обычная дискуссия может перерасти в бурные споры. Что такое дебаты и как грамотно доказать свою точку зрения оппоненту. Во дворце детского творчества прошло необычное занятие в рамках проекта «Школа лидер». Гостями активистов городского союза старшеклассников статус стали депутаты городской думы. Дебаты – это разновидность публичной дискуссии, главная цель которой – убедить в своей правоте третью сторону. Навыки ведения грамотного диалога и отстаивания своей точки зрения перед оппонентом, несомненно, пригодятся юным лидерам – активистам школьных молодежных организаций. И на самом деле я соглашусь с мнением, что дебаты – это на самом деле вся наша жизнь. Мы везде устраиваем какие-то дебаты, задаем вопросы друг к другу и вообще в принципе соревнуюсь в мнениях. Мне было интересно все-таки узнать приемы, которые используют уже депутаты, какие-то известные люди, чтобы победить в споре. Потом мне еще было очень интересно именно вопросы, которые мы обсуждали. Ане Сапунковой и другим участникам городского союза старшеклассников статус предстояло обсудить два вопроса. Первый касался места женщины в политике. Эта тематика была выбрана неспроста. Поделиться своим опытом ведения дебатов организаторы пригласили депутатов городской думы. Самое бурное обсуждение вызвал вопрос – оставаться или уезжать из Сарова после окончания школы. Чем же сейчас заняться в Сарове, есть ли какая-то перспектива? Это именно тот вопрос, который волнует нас, будущего поколения, которое может останется в нашем городе и будет трудиться на благо Сарова. Выпускники школы-лидер учатся общаться, познают себя и знакомятся с интересными людьми. Практически курс для активных старшеклассников был придуман давно. С годами лишь менялось его наполнение и тема занятий, которые отвечают интересам современных подростков. Для части думающих ребят еще важно мнение людей, уже состоявшихся и с именами известных. Поэтому мы и приглашаем сюда гостей. Это во-первых. А темы ребята выбирают сами. Следующее занятие в школе-лидер будет посвящено юридической грамотности подрастающего поколения. Своими знаниями с учениками школ города поделится профессиональный юрист. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Юные вокалисты, спортсмены, фехтовальщики, разведчики и их наставники отпраздновали день рождения клуба здоровья. История одного из старейших клубов центра внешкольной работы началась в далеком 93-м году прошлого века. И вот уже 26 лет подряд педагоги, тренеры и руководители студии и объединений прививают детям любовь к творчеству, истории страны и спорту. День рождения – шумный и радостный праздник. А если его отмечают творческие люди, то уровень веселья повышается в разы. Воспитанники клуба здоровья создавали праздничное настроение гостям вечера прямо с порога. Настя вместе с подругами подготовила оригинальные аксессуары. Также у нас есть фотозона. Это для гостей, которые приходят к нам поздравлять нас с днем рождения. И могут просто сфотографироваться с различными стикерами на этом замечательном фоне. Между тем, гости занимали места в зале. День рождения клуба стал отличной возможностью собраться вместе и увидеть, что объединение посещает много интересных и талантливых мальчишек и девчонок. Здорово, что наша семья здесь растет. Я надеюсь, что в следующем году еще больше ребят будет здесь и больше педагогов. И, скорее всего, откроем какие-то новые направления. Клуб растет, развивается. Очень приятно, что сюда уже приходят в клуб взрослые наши воспитанники и приводят своих детей. За 26 лет в клубе появилось много новых объединений и направлений. Спорт, творчество, воинские дисциплины, историческая реконструкция. Каждый ребенок и подросток найдет себе занятие по душе. А молодых педагогов привлекают в клубе новые творческие возможности. Здесь очень много замечательных, талантливых детей. Очень много объединений. И мы все такие разные. Но за счет этого очень интересно с ребятами творить. Очень интересно с ними заниматься полезной деятельностью. Педагоги, проработавшие в клубе не один десяток лет и выпустившие в жизнь много талантливых детей, пожелали ребятам и руководителям новых творческих успехов. Всем вам, ребята, радости, хороших педагогов, замечательных друзей, новых свершений. Я надеюсь, что этот клуб станет для вас хорошим родным домом. Пожелать творческих успехов, много интересных мероприятий и, опять же, очень много интересных и творческих встреч. Концертную программу праздничного вечера подготовили воспитанники клуба. Каждое выступление – это небольшая визитная карточка творческих и спортивных студий, а также возможность показать свое мастерство в выбранном направлении. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Быстрее, выше, точнее. Воспитанники станции юных техников приняли участие в областном конкурсе по начальному техническому моделированию «Юниор» в Нижнем Новгороде. Он проводился среди старших дошкольников и учеников начальных школ из разных уголков региона. Саровчане представили модели планера автомобиля и парусного судна. Семилетний Кирилл Козлов занимается на станции юных техников только несколько месяцев и уже одержал серьезную победу. На областных соревнованиях мальчик занял первое место, дальше всех прокатив модель автомобиля. Мне надо было поставить машинку на белую линию и пустить ее. Это было сложно. Волновался чуть-чуть, но справился. Вместе с Кириллом на соревнования ездил еще один юный техник – Арсений Деляев. Он запускал модель парусного судна. В этих испытаниях высчитывали наименьшую сумму времени прохождения акватории. В результате Арсению присудили второе место. Надо было поставить кораблик, чуть-чуть прижимая к бортику и не резко отпустить его, чтобы он поплыл ровно. На соревнования приехали начинающие техники из Нижнего Новгорода, Арзамаса, Дежинска и других городов. Конкуренция была достаточно серьезной и заставила ребят понервничать. Однако они сумели собраться и правильно запустить модели. Есть некоторые нюансы. Если неправильно поставишь автомобиль, неровно, то он может уехать не в том направлении и будет не тот прокат. В самой сложной номинации «Запуск планеров» выступал Данила Якуничкин. Он получил диплом финалиста. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей Саров, 24. Самолет оживает в полете. Во Дворце детского творчества прошел муниципальный этап конкурса юных авиамоделистов «Лети и модель». Воспитанники продемонстрировали свое мастерство в запуске планеров и расчете траектории полета. В борьбе за победу конкурсантам понадобились знания аэродинамических свойств модели, технические характеристики и спортивные навыки. Подробности в следующем репортаже. Запустить самолет так, чтобы он пролетел как можно дальше и набрал максимальное количество очков. Такую цель ставили перед собой участники городского этапа конкурса «Лети модель». У каждого в руках уникальная модель, созданная своими руками по определенным требованиям. У нас есть технические требования, которые мы придерживаем. И по ним делаем модели. Тут требование такое, что модель не должна превышать веса 15 грамм. Размах крыльев не должен быть больше 250 миллиметров. В конкурсе приняли участие более 20 спортсменов. Ребят разделили на три возрастные группы. Федор Калинин попал в самую старшую категорию. Он участвует в соревнованиях впервые и считает, что самое сложное – это запуск. Для того, чтобы авиамодель полетела правильно, спортсмену необходимо быть спокойным и полностью сконцентрировать свое внимание на самолете. Несмотря на то, что я сюда мало хожу, я готов поехать на областные соревнования и забрать оттуда первое место. Вера Хохлова в прошлом году смогла пройти отбор на региональный этап конкурса «Авиамоделистов в шатках». Но занять на нем призовое место ей не удалось. Приведя работу над ошибками, Вера поняла, что нужно сделать, чтобы стать первой на чемпионате. Я буду ровно выставлять крылья и вот так, чтобы если вот так вот как-нибудь выставить крылья, тогда самолет полетит криво и как бы ты точно от тебя не отберут. Победители городских соревнований поедут на региональный этап конкурса «Лети модель в шатке». Узнать именно тех, кто прошел следующий тур, можно на официальном сайте Дворца пионеров или в группе ВКонтакте. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в нашем канале в Ютубе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте srov24.ru. В студии работал Кирилл Васенин. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok